Вся работа с УРМ сводится к работе с сущностями. Что такое сущность? Сущность – это совокупность коллекции объектов с присущей им базовой, низкого уровня бизнес-логикой. Сущность обладает набором характеристик, значения которых подчиняются определенным правилам обработки. Одна сущность УРМ описывает одну таблицу в базе данных и связи с другими УРМ-сущностями. В нашем случае сущность книга – это множество книг с набором соответствующих полей. Все описанные должным образом УРМ-сущности получают базовый набор крат-операций. «Create», «Read», «Update», «Delete», то есть, соответственно, создание, чтение, обновление и удаление данных. Данный набор стандартизованный, и в результате мы получаем единообразие API от сущности к сущности, от модуля к модуле. Перейдем, собственно, к коду и опишем нашу сущность книга. Первое, на что вы должны обратить внимание. Нашу сущность мы назовем Book. Файл, размещенный в папке lib, также должен называться Book. Класса, который описывает УРМ-сущность, должен быть унаследован от BittrexMainEntityDataManager. И имя класса представляет из себя имя сущности плюс Table, в нашем случае BookTable. При этом автозагрузка класса у нас все равно работает, несмотря на то, что имя файла не содержит Table. Такой механизм заложен в системе. Внутри нашего класса мы объявляем специальные методы, которые описывают УРМ-сущность. Метод GetTableName. В нем мы возвращаем имя таблицы, в которой расположена наша УРМ-сущность. Данный метод необязателен. Мы его можем не указывать. Тогда имя нашей таблицы будет сформировано автоматически из namespace и названия класса. Для нашей сущности это будет B-Academy-D7-Book. Также мы можем определить метод GetConnectionName. Данный метод возвращает имя подключения к базе данных. Если мы определили несколько подключений в файле .setting.php. То есть таким образом мы можем работать с УРМ-сущностью, которая использует другое подключение. В большинстве случаев это значит, что данные УРМ-сущности будут храниться в другой базе данных. Если метод не указан, то у нас используется подключение к базе данных по умолчанию. Ну и собственно метод, возвращающий описание структуры нашей УРМ-сущности. Данный метод называется GetMath. Он должен вернуть массив полей УРМ-сущности. А каждое поле представляет собой экземпляр класса. Каждый тип поля представлен в виде класса наследника EntityScalarField. Эти поля работают с простыми скалярными значениями, которые сохраняются в базу данных, как есть. Доступно 8 таких типов. Это целое число, число, строка, текст, дата, дата и время, да или нет, значения из списка. В рамках соблюдения стандартов кодирования рекомендуется называть поля в верхнем регистре. Имена должны быть уникальными в рамках одной сущности. Как правило, в конструкторе поля первым параметром передается имя поля, а вторым параметром – дополнительные настройки. Опишем теперь нашу структуру данных сущности книги. ID – это число, поэтому используем класс IntegerField. Это поле является первичным ключом. Чтобы указать это, мы добавляем параметр примере True. Так заявляется о принадлежстве поля к первичным ключу. Благодаря этой опции сущность будет контролировать вставку данных и не даст добавить запись без указания значения для первичного ключа. При обновлении и удалении записей их можно будет идентифицировать только по первичному ключу. Часто не указывается явное значение ID, а оно получается с базы данных уже после успешного добавления записи. В таком случае нужно сообщить об этом сущности, указав Autocomplete True. Далее указываем название. Это строка, используем класс StringField. Это поле должно быть обязательным к заполнению. Для этого указываем Equate True. Код выхода – число, поэтому класс IntegerField. Также обязательное к заполнению. ISBN – это строка. Обязательно к заполнению. Также здесь мы применили маппинг имени колонки. То есть фактически у нас в таблице колонка называется ISBN-код. Но мы хотим работать с URM-сущностью, используя название ISBN. Для этого указываем ColumnName, ISBN-код. Бывают и другие случаи, когда в одной физической колонке, в таблице, хранятся разные по смыслу значения. В таком случае можно создать несколько полей сущности, у которых будет одинаково ColumnName. То есть в URM-сущности это будет несколько полей, а в физической таблице – одно. Далее указали FIO автора. Дата и время поступления книги в магазин. Это тип поля – дата со временем. Используем класс DataTimeField. И описание книги. Используем класс TextField. Предусмотрено не только хранение данных как есть, но и их преобразование при выборке. Допустим, возникла потребность наравне с годом издания сразу же получить возраст книги в годах. Хранить это число в базе данных накладно. Придется каждый раз пересчитывать и обновлять данные. Можно просто считать возраст на стороне базы данных. Для этого можно использовать специальное выражение ExpressionField. То есть, также описываем поле, которое не хранится в базе данных. Для этого используем класс ExpressionField. Первым параметром, как и у остальных полей, задается имя. Вторым параметром нужно передать текст SQL выражения. Но при этом другие поля сущности нужно заменить на Placeholder и согласно формату SprintF. Писать можно любые SQL выражения, которые допустимо использовать при SQL-запросе в SelectExpression. Третьим параметром нужно передать пассив с именами полей сущности в определенном порядке, который был задан в выражении. Обратите внимание, что Expression поля можно использовать только при выборке данных. Выбирать, фильтровать, группировать и сортировать по ним. Поскольку физически таких колонок в таблице базы данных нет, то записывать значение поля некуда. Система сгенерирует исключение, если вы попытаетесь указать это поле при добавлении или обновлении элемента сущности. Продолжение следует...